успели выйти сколько знакомых так растет добрый день всем привет с харькова сейчас немножечко пройдемся посмотрим какая у нас ситуация сегодня у нас 3 3 сентября на улице сразу стало слышно что это осень с первого числа уже немножечко похолодало на днем еще было тепло сегодня уже и днем свежо сейчас посмотрим что у нас люди потихонечку выходят потихонечку на улицах видно людей ну конечно не очень много я сегодня выпустила видео проспекту прошлись и наша харьковчанка которая уехала в польше сейчас по моему говорит о харькове хорошо все нормально только людей мало если мы не показываем что нас бомбят и разрушения людей убивают это не значит что все хорошо да хорошо если хорошо так возвращайтесь и не сидите на чужой земле возвращайтесь харьков будем его отстраивать но на самом деле не очень хорошо каждый день каждую ночь у нас идет бомбежки выстрелы что-то куда-то стреляют разрушаются школы вот наши школьники не пошли в школу харьков остался дома в онлайн особенно первоклашечки одеты и красивые сидели у компьютера здоровые знакомились с учительницей с одноклассниками такая ситуация школ очень много разбомбили учиться негде студенты тоже не учатся непонятно как учиться вот такая ситуация в харькове очень обидно и очень досадно каждую ночь уже ночь час и ночи несколько ночей подряд в два вот идет прилет слышно выстрел один-второй ну обычно за ночь ракет 6 выпускает 69 от 6 до 9 ну основная масса все-таки бьет по области некоторые поселки деревни просто с лица земли стерты обидно просто обидно честно говоря сейчас посмотрю что у нас здесь творится пожалуйста прилетик был был прилет и погибли люди на источники кому туалет помешал это мужской туалет и осколки на 50 метров разлетелись и вон возле источников где люди набирают воду были погибшие такая у нас ситуация наверное нет попробуйте но все там стены нет это скорее всего что не работает стены нет ни другая дверь не то стены не работает такая у нас ситуация ребят очень тяжело и очень обидно сейчас немножечко пройдем вот хотелось просто честно говоря и страшно и в то же время хочется посмотреть мы тут гуляем очень часто по возможности ну несколько раза три неделю точно я перехожу на источник потому что это ближе всего к нам вот осколки летели здесь 50 метров здесь осколки летали сейчас наберем колечку и пойдем помочь люди все равно гуляют люди есть ну конечно ситуация гулять это было наше любимое место и представьте сейчас мы приходим сюда я знаю что здесь погибли люди приятно гулять вот листья уже осыпаются но это правда каштан который наверное каждый год чем-то болеет но все равно уже чувствуется осень чувствуется что скоро у нас будет похолодание зима обещают быть очень непростой вот и кстати не только школы садики вот вместе с от этой не знаю что это за такое было оружие бомба что это ракета не знаю я не разбираюсь честно говоря я не хочу даже вникать вот было несколько прилетов погибших было шесть человек или пять или шесть по городу ну и раненых много вот и попала возле садика нас нас садик территорию садика то есть чтобы вы понимали дети в школу не ходят в садик не ходят вот опять сирена да уже или это что-то уже прислушиваясь уже кажется что-то где-то положительный слух улучшается да потому что каждый шорох обращаешь на его внимание где-то что-то вот у нас вообще после на работе было такой сильные прилеты рядом и раньше как бы даже не обращал внимание ну где-то гупнул да и ладно ну так как было очень рядом побежали прятаться в подвал а подвал чтобы вы понимали мы зашли в подвал и перед нами стоит дверь металлическая вся в дырках в осколках и прям на улицу такой подвал вот поэтому наше руководство быстренько схомонулась и сказала всем по домам потому что у нас очень опасно я говорю куда по домам у меня во дворе бомбят может вас куда-то отвезти а дома никого не было нет в общем короче я бегом голос дрожит ноги дрожат побежала домой вот такая ситуация поэтому подвал этот нас не спасет вот а ездят возят ребята продукцию этими металлическими какими-то как они называются контейнер не знаю да в общем они грюкает и уже на каждый грюк сердце в пятках а лишь тихонечко шепотом ездите не смеются шепотом вот такие у нас дела так что харьков живет харьков живой и харьков будет жить у нас чисто у нас аккуратно у нас красиво людей правда мало детей мало поэтому даже некоторые вот наши знакомые которые ну первые которые с первыми выстрелами уехали за границу это те которые в основном несколько лет мечтали уехать за границу вот они просто не воспользовались до ситуации ну и конечно было горячо особенно если северная салтовка вот смотри спилили деревья наверное что-то здесь было потому что деревья стояли хорошие деревья стояли хорошие добротное вот как это и вот их спилили наверно здесь что-то было ну вот смотри наверное здесь было попадание скорее всего да вот остались остатки остались остатки так что наш источник тоже пострадал ну деревья срубили просто так не срубили вот они просто которые деревья пострадавшие их быстренько вот асфальт быстренько заделывают ямы быстро заделывают все приводят порядок моментально вот в садик попала на следующий день я утром иду на работу уже ребята пошли стеклить окна и что-то там чинить то есть моментально все это исправляется под окнами да под окнами у нас супруг убирал потому что это вот огородик там у него маленький вот и он пошел осколки убирать я говорю не ходи потому что еще висят осколки где-то у людей там в окнах они могут упасть это ж опасно нет пошел убрал слава богу все нормально вот такие дела вот так мы и живем все не буду затягивать видео всем удачи благополучия и мирного неба над головой всем пока пока